Продолжаем семинар, вторая тема по регламенту порядок расчета безопасности топлива с учетом фактических метроусловий. Легко освещает нашу сумму. Можно я так положу? Меня слышно, хорошо? Да, да, да. Напомню вам то, что вы все знаете. Такая громкая фраза, но она абсолютно правдивая. Высота – ваша жизнь, так же, как и моя. Мы все живем в небе. Соответственно, при наступлении осенне-зимнего периода у нас есть вероятность, когда мы пытаемся залезть вниз. Итак, наши телевизионные авиационные правила гласят, в частности, факту 36, что мы перед вылетом, при подготовке маршрутного полета обязаны рассчитать минимально безопасную высоту. Зачем она нам нужна? для нашей безопасности. Это минимально безопасная высота. Нас касается столкновения с наземными препятствиями. Напишем нашу страшную формулу. И так, высота вариации у нас обычно назначается российской буквой H. «Все не цвета горды». И так, высота высоты. to be fair. Напишем столбик, и будет проще. Итак, начнем с самого верха, высота истинная, безопасная. Откуда она у нас берется? С каких параметров мы ее выбираем? Мы ее выбираем, исходя из параметра, что в полосе по 25 метров в каждую сторону от участка маршрута мы должны определить местность. Холмистую, равнинную или горную. Итак, что же у нас называется равнинной местностью? Это местность, в которой перепады высот от 0 до 200 метров. Холмистая местность – перепады высот до 500 метров. И на той, и на другой высота истинная, безопасная, выбирается из расчета 100 метров на наивысшем препятствии. Раз. Второе – горная местность. Горной местностью считается все, что выше 500 метров. От 500 и выше. Два правила визуальных полетов. Мы обязаны взять при решении над максимальным препятствием 300 метров. Итак, истинную безопасную мы выбираем именно из адекватных данных по местности. Взяли, проложили маршрут. Откинули по 25 километров. Посмотрели наш рельеф. Кто был на крайней лекции по навигации холлипортов, я приводил такой простейший маршрут. Бульково, Волоколамск, Ватулино. И даже на этом простом маршруте мы обнаружили одну такую маленькую особенность. У нас между Бульково и Волоколамском идет повышение высоты на 100 метров. Казалось бы, перед Волоколамском там действительно начинается превышение. Одна из точек имеет превышение на одном уровне моря 305 метров. То есть в один прекрасный момент мы можем остаться без войти в облака, получить приборный полет. Со всеми исходящими отсюда неприятностями. Как то облетенение, сам приборный полет и прочее. Возможно такое? Возможно. Помимо этого, то что касается высоты рельефа. Помимо этого, особенно опять касаясь московской зоны, у нас есть куча всяческих препятствий. Это инии электропередач, всякие сотовые вышки. К сожалению, ни GPS-навигаторы, ни наши карты УКЛ опаздывают с этими данными. Не все их вышки промаркированы. Тем не менее, при подготовке к полету мы обязаны взять. Это наша жизнь. Итак, когда мы рассчитываем эту нашу минимально безопасную высоту, мы защищаем себя любимого от столкновения с наземными препятствиями. При наступлении зимнего периода, то есть еще одна маленькая очень важная вещь. Так, та самая температурная поправка, о которой очень много вы говорили, но при этом почему-то про нее забывают. Итак, ну представим такую простую ситуацию. Мы взяли бутылку со спиртом, в теплом помещении налили полбухилки, вынесли на мороз в минус 10. Что будет с бутылкой? Через сколько времени она с бутылкой? Да не важно, через час. Через час пустая бутылка. Логично. Вы же на мороз вышли, да? Логично. Все-таки физическое смысл. Это что? Здесь волны. Потому что она будет пустая. Я не могу говорить. Если мы ее вынесли на мороз и там поставили, не знаю, 20 собак в руку ее. Меньше гости, говорю. Замечательно. Все правильно. Зимой предметы имеют свойство сжиматься. Наш высотомер, наш барометрический высотомер, его устройство узнают все. Все прекрасно. Внутри находится амероидная коробка, которая дает ошибку с понижением температуры. И ошибка у нас куда уходит? В ветку? Как завышенный. Правильно. Нам высотомер показывает завышенную высоту, хотя бы летим ниже. Мы когда, скажем так, на крайней лекции, обнаружилась такая вещь. Мы с Александром Михайловым, нашим любимым всем известным лодочником. У нас не совпали данные. Фаб-136 тот самый наш любимый. Нас обязывает рассчитывать температурную поправку. По формуле температура нулевая, то есть на аэродроме, минус 15, деленное на 300, не умноженное на вот эту всю сумку. То есть действительная безопасность, высота рельефа, высота предвязки. Кому-нибудь видно что-нибудь? Или нет, все-таки флобастер на теле? Да, да. Выручай, Коль. Все здорово, все классно. В итоге поправки получаются достаточно незначительные. 5 метров, 7 метров, 8 метров. И многие люди, посчитав вот эту красоту, начинают думать, ну что там 10 метров, я это и так увижу. Выше уйду или в сторону, или все здорово. Я залез в документы КАО. И обнаружилась очень, такая достаточно большая разница. Да, действительно, это по нашему законодательству, именно так мы обязаны делать. А вот теперь посмотрите на эту табличку. Здесь у нас температура, здесь у нас даны высоты. А здесь даны значения поправок, которые к этим высотам будут идти. Так вот, при расчете нашего того самого маршрута, Волоколам, Бульково, у нас безопасная высота получилась 450 метров. Все здорово. И когда мы посчитали температурную поправку, оказалось, что мы должны прибавить 7 метров свыше. А по документам КАО мы должны прибавить уже 25. Дело в том, что формула в документах, в частности в документе 8168, несколько отличается от того, что я написал. Здесь учитана и температура, так называемая нулевая температура в точке измерения. Здесь учитаны температурные градиенты и так далее. И поправки уже, как я уже показал, гораздо выше. Я так думаю, что в самом ближайшем будущем в России перейдем на документацию КАО и будет совмещение. Возможно, что здесь еще подобная коллизия произошла за счет того, что мы переходим очень постепенно от наставления по производству полетов НП-85 уже к нашим ФАПам и дальше действия по РКАО. Возможно, что это в конструктиве высотомеров. К сожалению, на это я ответить пока не могу. Тем не менее, температурная поправка зимой, как вы видели на таблице, она может быть очень значительной. Особенность, когда мы выходим в большие минусы. Ребят, не забывайте ее делать. Это ваша жизнь. Что же касается особенностей, что Женя рассказывает, уважаемый Михаил Ростиславович, действительно, мы зимой должны очень внимательно анализировать метеоусловия. В данном случае, если у меня есть сомнения, что здесь у меня будет плохо, мне проще отказаться от полета. Вы летаете для себя, вы выполняете полеты, вы водите своих знакомых, родных, близких. Нет никакой спешки. У вас больные и раненые не убирают. Есть хоть какая-то вероятность плохого исхода полета, проще отказаться, дешевле отказаться. Относитесь к этому как бы. Наши любимые ФАПы не обязывают пилотов привязываться к определенным метео данным. И чем больше я собираю информации перед вылетом о метеоустановке по всему моему маршруту, не только на аэродроме взлета и на аэродроме посадки, посередине у меня может быть другая погода. У нас есть множество ресурсов. Практически у всех есть айфоны, айфоны и так далее. Это и метеоэф, и метеоцентр и так далее. Сводки метал по аэродромам, если они у нас есть. Это необходимость. Чем больше мы наберем информации, тем лучше мы готовы к полету. Не рискуйте. Нет в этом никакого смысла. Что еще у нас может происходить? Да, все связано именно с тем же, что указано в нашем руководстве полетной эксплуатации. Вертолеты типа Робинсон, да не только Робинсон, сейчас также и Еврокоптер, не допущены к полетам по приборам. Не допущены к полету в условиях обледенения. Обледенение может привести только к одному, к катастрофе. Залететь зимой в облака, когда приходит теплый фронт, мы можем его схватить. Даже советские вертолеты типа Ми-2, Ми-8, Ми-24, не важно, не имея ОС, могут пролететь только в слабом обледенении. До умеренного, не более того. Мы не имеем противоволитной системы. Четко и точно оцениваете метеообстановку. В чем еще сложность в облигации именно в осенне-зимний период? Соответственно, у нас длительное время на улице плотная облачность над нами. Мы получаем серую картинку. Многие из вас летали, многие из вас знают, что такое сумерки, когда все мыши становятся серыми одновременно от сложности. Мы начинаем, начинает очень сильно уменьшаться горизонтальная видимость полета. Все это связано именно с осенне-зимним периодом. Помимо этого, даже если у нас светит яркое-яркое солнце, у нас мягкий, веселый, пушистый снег, который у нас на взлете и на посадке может привести к аварийной ситуации, к потере пространственной ориентировки. По технике пилотирования будем еще говорить отдельно. Сейчас все-таки больше тема навигации. Что еще касаемо ориентировки мы можем потерять? Большие площадные водные пространства у нас закрываются льдом, засыпается снегом. На больших расстояниях мы их не определяем, их воспринимаем как поле. Соответственно, при подготовке к маршрутному полету начинаем цепляться именно за площадные ориентиры, те, которые у нас не изменят своего цвета. Города, дороги, железные дороги, они имеют характерное отличие по цвету, по которым мы можем ориентироваться. Большие водные пространства превращаются в поле. Отличить его от поляны и еще от чего-то не представляется возможным. В данном случае, соответственно, возможно, потеря ориентировки. Опять же, это может привести к аварийной ситуации. Хорошо. Еще напомню такой очень маленький, но очень важный вопрос, о котором мы опять достаточно часто, к сожалению, забываем. В основном мы летаем по достаточно коротким маршрутам, и производя изо дня в день эти короткие маршруты, мы начинаем забывать о важной составляющей. На каждом этапе маршрутного полета, от поворотного пункта до поворотного пункта, я должен найти запасной аэродром, непосадочную площадку. На это обращаю внимание. Аэродром. Если посадочная площадка, это неплохо. Почему аэродром? Если я попал в приборный полет, мне нужен заход. Мне нужен безопасный заход. Посадочные площадки, даже наша любимая Дунько, имеет препятствия на заходе. На аэродроме, даже на короткой полосе, у меня есть возможность безопасного захода туда. Старайтесь выбирать на каждом этапе маршрута запасные аэродромы. Чем ближе вы находятся к ильям пути, тем больше выполняется безопасность полета. Не старайтесь выбирать запасные аэродромы на удалении час, полтора, три дня пути. Запасной аэродром должен находиться достаточно на коротком расстоянии, не более 30 минут порядка. Ну и немножко напомню о расчете топлива. Итак, помимо штилевого расчета топлива, раз, мы обязаны, опять наши федеральные авиационные правила, нас обязывают при заходе на посадку иметь топливо на 20 минут крейсерского полета. Правильно? Правильно. В качестве рекомендации, если я выполняю в течение маршрутного полета, особенно несколько посадок, на каждый взлет и посадки добавьте топливо на 5 минут. Это ваша безопасность. Вас поставят, могут поставить в круг еще куда-то. Дайте на каждый взлет и посадки, один взлет, одна посадка, еще на 5 минут полета топлива. Не старайтесь летать в упор, но мне же пусть где-то как-то хватит. Где-то как-то хватит, в итоге мы можем сесть где-то на поляну и долго ждать, когда мы приезжем только. Возможно и такое. И опять же, возвращаясь к длительным, особенно длительным маршрутам, особенно длительным перелетам, есть такое понятие, как рубеж возврата, о котором мы тоже достаточно часто забываем. Денис, мы сможем слышать про рубеж и ворота? Денис, я абсолютно? Да. Без умных дорогов, не знакомых. Так как самый близкий, то есть это рубеж, с которого платят топливо безопасно до, допустим, запасного аэродрома. До какого аэродрома? Возврата. Рубеж возврата. Соответственно, когда мы посчитали рубеж возврата, после этой точки, я не смогу вернуться на свой аэродром вылета. Что будет происходить? Изначально, как бы то ни было, в предварительном расчете маршрутного полета, мы считаем штиль. Присчитали рубеж возврата, сказали, что в точке, не знаю, Ивановская, у меня рубеж возврата по штилянам. И перед вылетом, при пересчете маршрута с учетом ветра, эта точка у меня будет сдвигаться, либо дальше, если у меня будет попутный ветер, либо ближе. Важная информация. Я должен понимать, что после этой точки, у меня возврата нет. У меня есть вариант, либо уход на запасной, либо площадка под собой. То, как раз, о чем говорил Женя. Все. Ну, поверьте правильно, здесь наш семинар не создан для того, чтобы испугать пилотов-любителей. Мы стараемся донести до вас, именно состояние соотношения безопасности. То есть, если вы выполните эти простые правила, вы безопасный пилот. Вы будете получать удовольствие и длительно находиться в нем. Если мы начинаем что-то опускать, что-то упрощать, в итоге мы превращаемся в экстремалов, каких-то испытателей, причем неизвестно чего. Все понятно объяснил? Вопросы? Тишина. Вопросы? Я хотел бы, наверное, пару вещей добавить. Пожалуйста. Значит, по поводу того, что у нас тут две картинки, то, что объяснял Дима. Я думаю, что половина не поверила ему. Или забила на это. А формулу можно? Элементарная вещь. Для своей практики сравните. У вас все летают. 101% здесь летают при помощи GPS. 100% знают, что такое QNH. Сравните, когда вы при полетах у Земли, сравните показания высоты на GPS. с показанием вашего высотометра установлено на QNH. Высоты будут совпадать. А сегодня, когда все, кто прилетел отсюда, полетит на своем вертолете, наберите там 200 метров, и сравните, по QNH, сравните показания вашего высотомера и показания GPS. GPS будет показывать на 50 метров ниже, чем ваш высотомер. Высотомер будет показывать 400 метров, GPS будет показывать 350. Когда придет январь месяц, GPS будет показывать 400 метров, GPS будет показывать 200 метров, И понятно, что здесь есть нижний край, там 100 метров, то уже, если мы у него зайдем и полетим, у него протаить Волоколанск по 100 метров, где там превышение 300 метров, мы убьемся. На этом превышении, кстати, на этом, я забыл, как это называется, гряда, она тянется отсюда до Дмитрова и дальше. Кто помнит, как эта гряда называется, как-то она там, правильно? Среднерусская ванна вышла. Нет, нет, нет. Отдельное свое название, именно на этом превышении, значит, именно на этой гряде улегся вертолет, про который нам тут рассказывал Женя, значит, на ней лег строитель-то наш. Московские кордильеры. Ну, короче, на этих кордильерах убилась Рита, на этих кордильерах убился Федя Царев, да, то есть именно по маршруту суда, не учтяв это препятствие, да, то есть и Рита, и... Федор, да, то есть убились именно на этом превышении, именно допустив вот эти самые ошибки. В ночном? Значит, а? В ночном были, да. Один ночью, другой днем, да. Значит, про то, что рассказывал, здесь приводил с разворотом при видимости 10 километров, да, очень хорошо, так, то есть потерял ориентировку при видимости 10 километров, вертолет, который развернулся и, потеряв контроль за высотой, упал во время разворота сразу после взлета. Да, значит, по имени, значит, рекордсмен, убившийся рекордсмен, это тот человек, которого мы искали первый раз в Тверской области, да, то есть это уже, по-моему, 4 года прошло. Значит, рекордсмен в чем? Значит, человек умудрился убиться с налетом 50 часов, значит, это абсолютный рекорд, да, то есть средний налет на катастрофу в ООНе, начиная с 2003 года, то есть с 3000 километров по 13-й. Кто-то может самую приблизительную цифру угадать, сколько у летчика, а он, налет, средний налет у летчика, убившегося в катастрофе, 4 тысячи? 3000. 3000 часов, я еще знал, мог бы промолчать. Ребят, 3000 часов, да, значит, вот когда у вас сытно будет приближаться к этой, да, то есть вы попадаете в самую ту зону. Просто не боятся, да. Значит, как ни крути, у нас бьются опытные, да, то есть у нас до 100 часов единственный вот товарищ из Твери, да, то есть убился, дальше все, дальше по нарастающим, до 500 часов практически, минимум, до 1000 чуть побольше, да, то есть и дальше пошел рост катастрофы на налет. Многие из этих людей, это люди-профессионалы, люди, пришедшие из другой техники, люди, налетавшие, много-много-много. До 500 часов он как раз бьется? Отдельная история, именно так, как описывал Женя, да, то есть человек взлетел, человек отчаянный, да, то есть человек начал летать над Тверскими болотами, где нет световых ориентиров, да, то есть начал летать на охоту, на рыбалку, заряженный охотник, значит, начал шариться по своим болотам. Если вы летите в Тверской области, световых ориентиров там всегда мало, да, а если вы летите в Восточной Твери, световых ориентиров там вообще нет, да, но, например, вы взлетаете ночью, значит, у вас там, особенно если нижняя облачность есть, присутствует облачность там метров на 400, вы шикарно видите световой горизонт, как захорящее солнце, это светящийся город Твери в 30-20 километрах от вас. Все видно прекрасно, да, то есть театр. Как только видимость упадет до 5 километров, просто пойдет свет, да, у вас этот световой ориентир как выключателем выключен. И как только у вас из света фары, вот вы взлетели, вы думаете, я привык летать ночью, вот она всегда Твери, да, то есть как только вы взлетели, это не ночной полет, это не визуальный ночной полет, да, вы моментально попадаете в приборные условия. И вот этот переход, то есть летать вокруг Москвы ночью, это сказка, это ничем не отличается от того, как летай днем, единственное вороны мы увидим, встречу мы издалека, да, то есть, но летать ночью просто, пока условия ПВП, а для ПВП условия обязательно нужно большое, достаточное количество световых ориентиров. Как вы только повернулись сзади со световым ориентиром, все, это приборный полет, да, моментально Земля пропадает, все пропадает, то есть это переход в секунду. Даже, не знаю, как там сейчас, не помню написано, но, значит, для перехода на ППП нужно было, перед входом условия ППП всегда писалось о том, что нужно заранее, пока вы еще летите в ПВП, перейти на приборный полет, адаптироваться, а потом уже входить в приборные условия полета. Когда вы ночью разворачиваетесь от световых ориентиров, вы переходите на приборные полеты моментально. Если вы в прошлом году летали по приборам, да, то есть, там, год назад, полгода назад, это не значит, что вы сейчас полетите по приборам. Как говорит Михаил Встиславович? Цитирую, разрешаю. Да, значит, ты точнее скажешь. Чего? На уровень натренированности. На уровень натренированности. Не на уровень своих ожиданий, да, то есть вы выполните этот полет, а на уровень своей натренированности. Год назад, то, что вы летали, полгода назад, это не зачет, значит, можете забыть про это, считайте, что не летали. При моментальном попадании в приборные условия вы убьетесь. Еще из одной из приведенных здесь катастроф, это, значит, Яна, да, то есть Дима Мартынова, в 10-м году, о которой как раз рассказал Жене вкратце, да, то есть это была первая катастрофа, когда не пришлось искать воздушное судно, да, то есть он убился посередине Онежского озера, да, попал в снежный заряд, он избегал приборных условий, он сам откровенно говорил, что не хочет, не летает в них, был легкий снег, простой легкий снег, ничего там сложного не было. Ян летел по, в основном по берегам Онежского озера, значит, до точки оставалось 20, залив километров, наверное, 5 шириной, сейчас вот точно не скажу, километров 5 шириной, заливчик, марк месяц, да, нужно было либо вот так пройти лишних 20 километров, либо вот так вот 5, да. Когда он вышел на этот залив, пошел снежок, и все стало белое на белом, подлетаете зимой, даже здесь, в Подмосковье, к небольшому полю, да, то есть вам кажется, что вы вот так хорошо видите очертания этого поля с другой стороны, вы, например, кранетесь на земле, то есть если у вас привыкание на это поле застанет увеличившись осадки, да, вполне возможно, что ваше Онежское озеро будет буквально вот в районе там первой зоны, то есть когда у вас пропадет лес, все остается белым элементарно, сразу моментально вы попадете в приборную землю. Что-то еще хотел добавить? Ну, сейчас, ну, землю искать не надо, это отдельная и долгая тема, да? Ну, скажем так, я сейчас здесь маленькую картинку нарисовал, в данном случае я нарисовал приток того самого Чопового хрома, действительно он будет в качестве. И неграмотный пилот, видя, что у него видимый фактор, подъезжается, начинает искать землю. Опять неграмотный пилот, который забыл о том, что такое безопасная высота и что надо учитывать эти особенности, начинает уходить вниз. В итоге в один прекрасный момент он попадает на беспредельно малой высоте, в приборные условия, дальше все то, о чем рассказывал Александр Евгений. Сейчас мне дал Ростиславу еще, нам покажет интересный ролик, как раз по белизне, я думаю, он будет интересен всем. Воздух ошибок прощает очень мало. Относитесь к подготовке маршрутного полета, к любому полету, серьезно. Высота – это жизнь. Оценка метеоусловий – это жизнь. Попасть в приборный полет, потерять пространственную ориентировку, попасть в условия обледенения – это не наша цель. Наша цель – летать долго, безопасно и в свое удовольствие. Сейчас буквально две минуты и как раз посмотрим данный момент. Вопросы пока еще не появились. Да, можно, если я подниму. Ее можно найти в документ ДКО 8168. Вопросы. Вопросы. Нет, там надо выжимки брать, то есть там написано для самолетов, написано грамотно, потому что в этом надо разбираться. Конкретно по этому документу можно читать не одну лекцию, касаемо только ее. Я не знаю, что он не его поднимется. Конкретно по-классическому свету. Монитором в компьютерном. hijom, на то есть данный, что он не хочет, что он не создан. А еще и не знает, что он не делает. Кто-то интересен, я carr orkogany. Давайте сделаем так, мы сейчас продолжим нашу лекцию, попросим нашего гостя, уважаемого Маслэма, как раз рассказать о его теме. А Микалыч Славович сейчас найдет, но мы посмотрим ролик.